Дина Гарипова – известная российская певица и заслуженная артистка Татарстана. Дина в 2012-м заняла первое место в шоу «Голос», а уже через год блистала на Евровидении, на котором заняла пятое место с композицией «What if». После победы в «Голосе» у Дины изменилось всё, но к этому певица и шла. Мечтала выйти на большую сцену, познакомиться своим творчеством не только земляков в родном Татарстане, но и всю Россию и другие страны. Личная жизнь девушки известна немногим, певица старательно уклоняется от вопросов журналистов. Прошло 10 лет, как о Дине узнали на родине и за рубежом, но в какой-то момент певица стала реже появляться на телеэкранах, мало что известно о жизни певицы сейчас. Поэтому мы решили вам рассказать, как сейчас живёт Дина Гарипова, что изменилось в её жизни спустя десятилетия после победы в музыкальном шоу. Гарипова Дина Фагимовна появилась на свет 25 марта 1991 года в Татарстане. Её родина является город Зеленодольск, расположенный на берегу Волги. Наша героиня воспитывалась в интеллигентной и уважаемой семье. Отец и мать девушки – кандидаты медицинских наук. Изначально они хотели, чтобы дочь пошла по их стопам, но уже в раннем детстве Дина демонстрировала творческие способности. Ей нравилось рисовать, танцевать и петь. Не исключено, что вокальный талант она унаследовала от своего папы. В своё время Фагим Мухаммедович сочинял и исполнял весёлые песни и лирические романсы. Брат Дины, Булат Гарипов, имеет отличный музыкальный слух и очень заботится о сестре. Поэтому долгое время он старался оградить девушку от мира шоу-бизнеса и предлагал попробовать себя в журналистике или на телевидении. Впоследствии, когда популярность Дины стремительно возросла, ей пришлось обратиться к брату с предложением стать её официальным пресс-атташе. Заниматься музыкой Дина начала рано, а родители поддерживали дочь во всех её творческих начинаниях. В шесть лет девочка уже была ученицей театра песни «Золотой микрофон». Девушка принимала участие во многих конкурсах и фестивалях, не оставляя равнодушным ни одного из членов жюри. Первое её серьёзное достижение в сфере музыки приходится на 1999 год. Тогда Дина стала лауреатом Всероссийского конкурса юных исполнителей «Жар птица». После первого триумфа приглашения посыпались на Дину Гарипову со всех сторон. Она принимала участие во всевозможных республиканских, всероссийских и даже международных конкурсах как сольно, так и в составе коллектива театра песни «Золотой микрофон». Практически всегда юная Дина привозила домой призовые места. Когда пришло время поступать в ВУЗ, Дина, к удивлению своих наставников, решила стать студенткой факультета журналистики Федерального университета Казани. В 18-летнем возрасте девушка заключила контракт с продюсерской студией, возглавляемой Романом Аболенским. За короткий срок она записала несколько композиций. 2012 год стал для певицы Дины Гариповой переломным. Она стала участницей популярного вокального конкурса на Первом канале «Голос». Во время слепых прослушиваний девушка исполнила известный романс «А напоследок». Удивительный тамбр голоса Дины не оставил равнодушным самого опытного члена жюри Александра Градского. Именно в его команду и попала Гарипова. Градский так проникся талантом девушки, что в одном из эфиров не постеснялся заявить, что его голосовые данные значительно уступают данным Дины. Примечательно, что до начала съемок «Голоса» Гарипова прошла кастинг на британское шоу «Britain's Got Talent», однако все-таки выбрала проект Первого канала. В команде Градского она дошла до финала шоу и стала победительницей проекта. По итогам зрительского голосования и суммарной оценки членов жюри, Дина Гарипова получила 131%, что является рекордным результатом для проекта «Голос» во всем мире. В качестве приза за первое место она получила двухлетний контракт со всемирно известной звукозаписывающей студией Universal, расположенной в Лос-Анджелесе, США. Позже певицы предложили стать участницей международного вокального конкурса «Евровидение» в Швеции, в городе Мальмё. На отборочном выступлении она исполнила композицию «What if» и вошла в пятерку лучших исполнителей по версии зрительского голосования. Подготовка к двум серьёзным проектам стоила Дине больших затрат времени и сил. Но девушка сделала всё возможное, чтобы не попасть под отчисления в ВУЗе. И в 2013 году она успешно защитила дипломную работу, став профессиональным журналистом. Артистка приняла участие и в юбилейном, 10-м сезоне «Голоса» в качестве гостей. На слепых прослушиваниях она спела тот же романс, что и 9 лет назад. И повернулись три наставника, кроме Александра Градского. Эти выпуски стали последними для маэстро. 28 ноября 2021 года артист ушёл из жизни. Дина тяжело перенесла смерть Александра Борисовича. Наставника и его подопечную связали тёплые отношения, а также работа в театре «Градский холл». Певица заявила, что всегда будет любить своего учителя. Дина долго скрывала свою личную жизнь от общественности, поэтому для многих поклонников стала сюрпризом, когда в 2015 году она вышла замуж. Супругом артистки стал Равиль Бикмухаметов. Оказалось, что мужчина далёк от шоу-бизнеса, он является выпускником механика математического факультета Казанского университета. Для Дины очень важно сохранять границы личного и публичного. У неё всегда пользовались большим уважением те артисты, которые не распространялись о своей личной жизни на публике. Муж Дины всегда отзывается о ней очень хорошо. Изначально Дина не думала, что будет как-то особенно праздновать свадьбу. Молодые хотели тихо сходить в ЗАГС и расписаться, но потом пара решила, что нужно несколько красивых свадебных фотографий. И после этого вокалистка начала выбирать платье на торжество. Дату и план своей свадьбы молодоженам пришлось скрывать вплоть до самой церемонии. Они оба не хотели видеть журналистов в этот особенный день. На закрытой церемонии присутствовали только близкие люди. Дина – мусульманка. Свадебная церемония проходила в соответствии со всеми мусульманскими обычаями. Для свадьбы она заказала сразу два наряда. Один европейского кроя, белое платье и фата, а второй – с закрытыми коленями и локтями, для традиционной части обряда. Медовый месяц пара решила провести на Кубе. В Гаване они нашли хорошего фотографа и устроили фотосессию в свадебных нарядах на фоне достопримечательностей кубинской столицы. С вступлением в брак, по признанию Гариповой, у нее началась совсем другая жизнь. Певица по-прежнему много гастролирует, и, к счастью, ее супруга относится с пониманием к тому, что жены часто не бывают дома. Они даже нашли некоторые плюсы в том, что иногда Дина надолго уезжает. Это ведь лишний повод соскучиться. В прессе уже несколько раз ходили слухи о беременности исполнительницы. Еще в 2013 году возникли первые догадки об интересном положении Гариповой. Утверждалось, якобы она узнала о пополнении в семье на конкурсе Евровидения. А в 2016 году звезда выбрала для выступления широкое платье, скрывающее фигуру. Из-за этого в очередной раз возникли домыслы о том, что Дина ожидает ребенка. Артистка не комментировала слухи, а представители певицы опровергали ложную информацию. Кстати, Дина и Равиль решили изменить рацион питания, и на данный момент питаются по одним и тем же принципам, несмотря на то, что Дина раньше была против диет. Ранее Дина утверждала, что не имеет никаких комплексов по поводу своей фигуры, и худеть вовсе не собирается, так как ее все устраивает, и удобно находиться в своем весе. Но в последнее время поклонники не перестают удивляться тому, как похудела девушка, ведь все привыкли видеть ее эдакой милой пышкой. Тем более, что с детства фигура Дины не отличалась особой утонченностью. Совсем недавно она появилась перед публикой, и стало заметно, что она скинула как минимум 15 килограммов. К здоровому, сбалансированному питанию я пришла вместе с мужем. Вдвоем мы много читали о всевозможных диетах и выбрали для себя довольно комфортный путь. Мы отказались от любой жареной пищи, а все остальное едим в небольших объемах. Таким образом, я не вычеркнула из рациона ни одного продукта, просто все потребляю понемногу. Делится певица. Мы живем активно, приобрели спортивный инвентар для дома, тренажеры и гантельки. Следим за нашим питанием и стараемся как можно чаще ходить на прогулки, дышать свежим воздухом и больше двигаться. Мы оба очень любим собак и каждый вечер гуляем с нашим хаски по имени Персик. Теперь личная жизнь Дины планомерно развивается. Певица до последнего момента скрывала от общественности, что в ее жизни грядут столь серьезные перемены. Но позже все-таки решила рассказать поклонникам о счастливом событии. Победительница первого сезона «Голоса» рассказала о скором пополнении в семье. Пол будущего ребенка, который станет для певицы первенцем, она пока раскрывать не стала. Девушка приурочила новость об интересном положении ко дню Святого Валентина. Дина рассказывает о своем муже, как о примерном и надежном человеке. Он старательно оберегает ее от неприятностей и проходит с ней через все трудности. До свадьбы Равиль и Дина были знакомы несколько лет. Он поддерживал ее на Евровидении и шоу «Голос». Муж Дины спокойно относится к популярности своей супруги и поддерживает артистку в постройке ее музыкальной карьеры. Единственное, что не нравится сейчас уже не просто восходящей звезде эстрады, а популярной певице – внимание, порой назойливая, и желание СМИ отыскать жареные факты. Впрочем, журналистка по образованию Гарипова с пониманием относится к отдельным коллегам. Репортерам нужна сенсация. Друзья, давайте поздравим Дину с этим прекрасным и интересным положением, с великой радостью и настоящим счастьем. Пожелаем благополучной беременности, крепкого здоровья, положительных эмоций, добрых слов поддержки, искренней любви и мира.